Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня особо важное видео. И это касается каждого человека на нашей планете. Итак, дефицит ферритина, железа, анемия, гемоглобин и все взаимосвязи. И сейчас вы узнаете, почему уровень гемоглобина не говорит о том, что у вас с железом всё в порядке. Каковы симптомы недостатка железа? Что такое ферритин? Какие три функции он несёт в организме? О чём говорит его дефицит? Как его безопасно повысить? Что такое скрытый дефицит железа? Его норма, дозировки, валентность, анализы и формы приёма. Причины недостатка железа и как его поднять? Железо в продуктах питания, железо и веганство, железо и мясо. Что увеличивает и уменьшает всасываемость и усвоение железа. Мифы и реалии. Что необходимо каждому для хорошего усвоения железа? От чего оно вообще зависит? К чему приводит его переизбыток? Как и повышенный ферритин. И многое-многое другое вы скоро узнаете из этого видео, если досмотрите его до самого конца. Обязательно смотрите полностью, так как информация здесь на вес золота от А до Я. И обязательно пишите комментарии под этим видео для помощи мне в его продвижении. Ну и конечно пересылайте ссылки на данное моё видео своим друзьям и родным. Для их же блага. Поехали. Самый распространённый дефицит на свете в наши дни это дефицит именно железа в той или иной его форме. До 40% населения планеты имеет дефицит железа. Многие люди, сдавая общие анализы крови, видят, что железо и гемоглобин у них в норме. Но это не означает, что у этих людей, у вас нет скрытой формы дефицита железа. А есть и такая. Тем более, если многие признаки и самочувствие человека говорят о дефиците железа. И скоро вы узнаете, что же это такое за скрытый дефицит и как проверить эту скрытую форму. У 50% детей до 5-6 лет есть дефицит железа или железодефицитные анемии. И конечно же это нужно исправлять уже сейчас, не теряя времени. Да, общего анализа крови недостаточно для понимания полной картины достатка или дефицита железа. Для понимания уровня запаса железа необходимо сдать анализ на ферритин. А общий анализ крови в плане количества железа отражает только лишь работу костного мозга. Если говорить кратко и примитивно. Ну а железо нужно для транспортировки кислорода посредством гемоглобина в составе эритроцитов через кровь, то есть нашу жидкую соединительную ткань организма. То есть для доставки кислорода в каждую клетку нашего организма. Но оно необходимо не только для гемоглобина и клеточного дыхания, но и для миоглобина и нейроглобина. Эти белковые комплексы тоже переносят кислород в мышцы и центральную нервную систему соответственно. Но у железа не одна эта функция транспортная. Железо помогает вырабатывать и Т-клетки, и многое другое. В организме человека, в его здоровом состоянии, единовременно содержится всего около 4,5-5 грамм железа, и этого достаточно. Причем до 60 и иногда 70% этого железа находится в составе гемоглобина и эритроцитов, а также в связи с миоглобином, который переносит кислород внутри мышечных клеток, и нейроглобином. От 17 до 23% железа в организме находится ферритени. Это белок, который служит хранилищем железа в нашем организме. Около 17-18% железа приходится на трансферин. Это уже транспортный белковый комплекс для железа. Ну и некоторое количество железа приходится на ткани. Железо нужно не только для переноса кислорода в ткани, но и жизненно необходимо, например, для роста и развития ребенка, для развития нервной системы, нормального функционирования клеток и синтеза некоторых гормонов. Например, гормонов щитовидной железы. А каковы симптомы недостатка железа в организме? Или пониженного уровня ферритина, о котором я расскажу чуть далее. А это очень многим знакомые симптомы. Утомляемость, слабость, быстрая усталость, иногда даже после пробуждения утром. Как разбитые встают, говорят. Низкая выносливость, учащенное сердцебиение, одышка. Особенно при ходьбе вверх по ступеням вверх в гору, на холм, неважно. Это синдром беспокойных ног, синдром дефицита внимания и плохая память. Железо в кровь всасывается в 12-перстной кишке и начале тощей кишки в виде двухвалентного иона, который потом освобождается от связи с белками пищи. Но до всасывания из кишечника в кровь железо, оно находится в трехвалентном состоянии и связывается с апиферритином, формируя белок ферритин. Или транспортируется к органам кроветворения и другим тканям в составе транспортного комплекса белка трансферина. Но в тканях железо накапливается в составе ферритина и так запасается. То есть ферритин – это белок, который служит для запасения в тканях железа. Основные хранилища ферритина – это костный мозг, печень и, конечно же, селезенка. Эти органы – депоферритина. В мышцах железо находится в составе миоглобина. Руководит распределением железа гормон гипсидин. Источники железа – это пища, содержащая железо, и разрушающиеся эритроциты, которые идут на повторное использование организмом, как и белка в составе эритроцита. Организм многое использует повторно. И это зачастую многих людей спасает даже в присутствии тех или иных ошибок, направленных на ухудшение здоровья. Итак, ферритин – это белковый комплекс с железом, который имеет три важные функции. Первое. Когда запас железа в организме истощается, а это процесс плавный, долгий, вначале появляется ненасыщенный железом ферритин. Потом снижается его выработка, затем снижается сборка эритроцитов в костном мозге. И это приводит к серьезным проблемам со здоровьем, но об этом чуть дальше. Вторая функция ферритина – это функция регенерирующего белка, который способствует ранозаживлению внутри и снаружи, от полости рта и стенок сосудов до слизистых и кожных покровов. Например, при ушибах, порезах, при гематомах, когда долго не проходят синяки – это признак дефицита ферритина. Вот почему косметологи для проведения процедуры операции на коже требуют от пациента показатели анализа ферритина в динамике. Обветривание губ стоматиты, неприятный запах изо рта при отсутствии гниющих зубов и воспаление десен и надкосницы – все это, как правило, последствия долгого низкого ферритина. На фоне низкого ферритина возникает жидкий стул, газообразование, вздутие в кишечнике, даже при низком потреблении сахаров в пище. При низком ферритине происходит усиление проявления системного кандидоза, например, в виде активации молочницы у женщин. Ухудшается работа лимфатической системы в двух своих, как правило, проявлениях. Это отеки лица по утрам, которые проходят к середине дня, отеки конечностей. А второе проявление – это постоянные болезненные состояния или затяжные болезни с долгим невоздоровлением, или постоянные боли в горле, то есть то прошло, то началось опять. Это боли в горле летом, когда этого вообще не должно быть. Это может быть из-за нарушения работы лимфатической системы, что может привести к лимфостазу. Как правило, первой причиной является дефицит ферритина. И третья функция ферритина – он участвует в образовании коллагена. Именно поэтому косметологи о нем так много говорят. А его дефицит – это слабый тургор кожи, ранние морщины, плохая защита кожи от ультрафиолетовых излучений. При низком уровне ферритина могут появляться пигментные пятна, кератомы, возникать и прогрессировать обвисание кожи, может быть плохое заживление кожи, долгое заживление. Особенно при низком уровне витамина D3. Норма ферритина по анализам крови не менее 100. Идеал от 100 до 200. Белок ферритин надо увеличивать не только препаратами железа. Не всегда только препаратами железа можно поднять ферритин. А надо добавлять в рацион питания в виде добавок хлорелу, спирулину. О других компонентах я скажу в конце, когда подведу итог. А хлорелу и спирулину, кстати, можно применять и даже при заболеваниях щитовидной железы, так как там нет йода. Полезен был бы прием коллагена, но без острой необходимости его не надо применять. Он должен сам синтезироваться в организме. Применять же не стоит по нескольким причинам, особенно если есть проблемы с камнеобразованием и густой желчи. Ну, не говоря уже о этических проблемах для тех, кто в тени. Спирулину и хлорелу надо принимать не менее 3000 мг в сутки. Минимальный прием 3-4 месяца. Идеальная дозировка приема для взрослого человека составляет 10 таблеток в сутки. Если это природная дикая спирулина, лучше принимать 2 раза в день во время еды. Но только био, только дикую спирулину, а не лабораторно полученную. Под этим видео по ссылке я рекомендую вам перейти, прочитать более подробную информацию о хлорелле и спирулине. Там, кстати, даны и детские дозировки. Если же вы начнете прием спирулина и хлорелы, то через полтора месяца от начала приема, скажем, если у вас ферритин был 10, а у многих он такой сейчас, и поднялся через полтора месяца приема всего лишь до 15-20, а должен за это время подняться хотя бы до 35, а то и 50, то тогда добавьте коллаген примерно 5000 мг в сутки на один месяц. Разумеется, с параллельным приемом спирулины и хлорелы, как и ранее. Но коллаген не более чем на месяц. И вот через месяц пересдайте анализы. Тогда ферритин в идеале должен быть около 100. Тогда в дальнейшем надо сдавать анализы на ферритин хотя бы раз в полгода. Ну а в конце видео я дам вам комплексное решение для правильного, логичного контроля и поднятия ферритина и железа и предотвращения тем самым железодефицитной анемии со всеми вытекающими, как говорится, тяжкими последствиями. Ферритин может быть низкий не из-за питания, а при разных заболеваниях, например, щитовидной железы, при нарушении так называемого нормального гормонального фона организма, при аутоиммуном тереоидите, например, при данном аутоиммунного заболевания часто бывает понижен ферритин. Тогда обязательно надо проверить гормоны щитовидной железы и при лечении проверять каждые 2-3 месяца для понимания правильности применяемых мер для лечения. Итак, когда низкий ферритин, это обязательно есть дефицит железа. Но пока начальная стадия. Анемии же это снижение уровня гемоглобина в организме, и это есть крайняя степень дефицита железа в организме. Ферритин может быть низким, но анемии еще может и не быть, хотя это уже, по сути, начало анемии. Если анемии нет, а ферритин низкий, это скрытый дефицит железа или латентный дефицит железа. Железоорганизм до последней капли всегда будет отдавать гемоглобину для предотвращения гипоксии тканей клеток организма, в первую очередь, сердца и мозга. Выявить дефицит железа. Дефицит ферритина важен на самых начальных стадиях, а не когда уже уровень железа по анализам уже будет сильно снижен или будет снижен сам гемоглобин. Таким образом, хороший, нормальный уровень гемоглобина еще вовсе не говорит о том, что у вас с железом все нормально. Так же, как и анализ на само железо. Надо сдавать анализы на ферритин. И вот потом уже, если ферритин снижен приемом железа, лучше через правильные продукты питания поднять уровень ферритина, а значит, предотвратить развитие железодефицитной анемии в будущем. Тем более, это очень важно, жизненно важно, я бы сказал, при беременности, при кормлении, чтобы ребенок правильно развивался и был крепким. А вот каким железом и как поднять, об этом я расскажу далее. Я не просто так вначале говорил, что это видео необходимо смотреть от самого начала до самого конца. Не в аптеках надо покупать препараты железа по-хорошему. Тем более, что почти все производители делают его из крови убитых животных. То есть, сырье берется на бойнях. Ладно, идем далее. Железо из пищи бывает двух видов. Гемовое и негемовое. Знать это очень важно, вы сейчас поймете почему. Так вот, гемовое железо люди получают из продуктов, поедая их, где есть кровь животных. То есть, это продукты убоя, мясо и тому подобное. Негемовое железо получают из растений, ну то есть, поедая их. Гемовое железо всасывается, усваивается лучше, это правда. Но его трудно регулировать. Почему-то эти умники, диетологи и пропагандисты убойного питания об этом не говорят. Говоря А, не говорят Б. Трудно регулировать, что это значит. А вот что. Гемовое железо, попадая в больших количествах при потреблении большого количества мяса, постоянного, каждодневного, потребление попадает в организм в избытке. Негемовое железо, напротив, хорошо поддается регулировке, но его нужно больше, так как оно примерно в два раза хуже всасывается. Всего лишь два раза. Чем гемовое? Потому для веганов из-за худшего всасывания негемового железа норму потребления железа из пищи. Именно из пищи, подчеркиваю я, а не из препаратов. Там-то одинаковое идет усвоение. Надо увеличить в два раза. Избыток железа в организме, в крови, был раньше, у людей редок. Но в последнее время, в связи с большим количеством потребления железа из животных продуктов, ну, то есть, когда люди во многих странах, я говорю, в первую очередь, о развитых странах, когда после Второй мировой войны люди стали гораздо больше есть мяса, особенно в США. Многие едят чуть ли не каждый день, а некоторые по несколько раз в день. Стал бурно расти и рак, то есть онкологические заболевания. Кстати, в этой связи вы посмотрите мои видео на эту тему. Например, видео с таким провокационным от меня названием «Мясо надо есть» и «Раздельное питание». Так вот, при увеличении ферритина свыше 300, при повышенном железе очень сильно повышается риск заболеть раком именно из-за неконтролируемого всасывания железа. Так как избыток ферритина и железа повреждает ДНК и происходит нарушение процесса деления клеток, в первую очередь процесса метоза, с возможными мутациями при делении клеток. Помните, что железо – это катализатор окислительных процессов в организме. И что я говорил о жарке мяса, к чему это приводит? Ну, говоря об образовании гетероциклических аминов и нитрозоаминов. В первую очередь возникает рак желудка, пищевода, кишечника, предстательной железы у мужчин. У веганов же шансы получить эти виды рака снижаются во много раз. Совершенно по объективным, я бы сказал, математическим, биологическим, физиологическим причинам. Теперь, норма потребления железа для женщин. Составляет 18-20 мг в день. Для веганов, соответственно, до 35-40 мг в день, если из пищи, а не из препаратов. А вот после менопаузы, когда уже нет менструации, то есть потери крови, а значит железо, но, разумеется, с поправкой на другие состояния и болезни, вдруг язвы и, так сказать, кровотечения постоянные. Вот почему, кстати, надо делать иногда. И анализы на железо в кали, вдруг какие-то внутренние процессы идут с потерей крови. Так вот, после менопаузы или после 50 лет достаточно 8, но для веганов 15-20 мг железа в сутки. Беременным и кормящим 27-30, веганам 45-50 мг железа в сутки. Железо вообще мы теряем мало, если нет определенной болезни, проблем. Теряем мы его в основном только с кровью, когда кровь каким-то образом выходит из организма. Новое железо нужно только для восстановления текущих потерь. Кстати, делать анализ на ферритин сразу или в процессе, но когда у женщин идет менструация, категорически нельзя, неверно, анализы будут неточные, ведь они будут ниже, чем те, когда вы сделали бы, скажем, через неделю, две, три. После завершения очередных месячных. Делайте хотя бы через неделю. Так вот, для мужчин норма 8-10 мг в день, ну для веганов, соответственно, 15-20. Очень сильно повышает всасываемость, усвояемость железа витамин С. Но аналогия здесь прямая, например, как витамин К2, мало кто знает, сильно увеличивает работоспособность, всасываемость, биологическую активность витамина Д3. Так вот, если витамин С в дефиците, то всасываемость железа уменьшается. Поэтому анализ на витамин С, у кого понижен ферритин, делать нужно. И потреблять витамин С нужно. Но не в виде аскорбинки категорически. Я рекомендую витамин С жидкий, органический концентрат, полученный полностью из растений, который полностью усваивается, работает как мощный антиоксидант и не дает негативных побочных эффектов. Тем более, как синтетика, которая убивает печень и почки. Препарат Синтезит Актив, не имеющий аналога в мире, ничего сильнее и безопаснее при этом. Для получения самого усвояемого железа нет в природе. Просто нет. Я советую вам прочесть информацию на моем сайте. Ссылочка будет в описании. Синтезит Актив. Нажимаете, введите товар, читайте про него информацию. Если у человека понижен ферритин, то прием Синтезит однозначно поможет его поднять. Чем хуже ситуация, тем больше должна быть дозировка. Скажем, если у вас по результатам анализов 10 единиц, 12, 8, принимайте по 8-10 капсул в день. Скажем, 2 раза в день, по 4, лучше по 5. Передозировки быть не может, не волнуйтесь. Принимайте так 10-15 дней и пересдайте анализы. Дальше принимайте в меньшем количестве. Если у вас, скажем, 15-20 единиц, принимайте по 3 капсулы 2 раза в день. Если у вас 20-35, принимайте по 3 капсулы 2 раза в день. Собственно говоря, пока ферритин не дойдет до 100-120 единиц, принимайте по 3 капсулы 2 раза в день, либо по 2-3 раза в день. Прием хлореллы, спирулины очень желателен, соответственно. Ну и крапивы, конечно, очень полезная она, кстати, видео, а о ней у меня было. Но это, безусловно, дополнительно, то есть как дополнительные меры, как профилактически может быть для большинства людей, и они будут достаточны. А вот если уже ферритин снижен, железо ниже нормы, тогда синтезит актив обязательно, витамин С обязательно. Помните, получай железо из растительной пищи. А тем более, если есть у вас синдром дырявого кишечника, кстати, о нем посмотрите тоже мое видео, вы поймете причины, устраните их, чтобы все-таки то, что вы едите, усваивалось в большей степени, чем если вы не устраните эту проблему, а у многих людей она сейчас есть. Почему, я тоже в этом видео там объясняю. И еще раз, помните, получая железо из растительной пищи, хоть сколько ее ешьте, вы не сможете превысить норму и нанести себе никакой вред, потому как есть предел вовлечения в биологический оборот железа из растений. Больше нормы организм его не возьмет, в отличие от продуктов животного происхождения. Таким образом, вреда быть не может, а вот дефицит железа опасен. При дефиците железа гормон Т4 хуже превращается в гормон Т3. Для этого щитовидной железе нужно железо. Знаете, что при норме железа в анализах самого железа, но при низком ферритине этот дефицит железа для щитовидной железы может быть пока незаметен и не так опасен. Но анализ на Т3, Т4 сделать стоит, тем более, если у вас стойкий дефицит ферритина. Ну, не говоря уже о железе, само собой. Необходимо знать нормы ферритина и ТТГ, и Т3 и регулярно производить измерения их уровня в организме. Но вместе с общими анализами, как дополнительные, само собой. При обнаружении отклонений этих норм, конечно, необходима помощь и гематолога, и эндокринолога вместе. Если у женщин есть болезненные менструации с потерей большого количества крови, разумеется, может быть анемия, дефицит железа и однозначно дефицит ферритина. Но если только у вас все в порядке с кишечником, и из пищи вы получаете достаточное количество железа для ликвидирования, устранения этих последствий, и оно усваивается хорошо, тогда, да, проблем может и не быть даже тех, у кого большие кровопотери при тех же месячных. Особое внимание! Существует всего три причины дефицита железа в организме. Первая – малое его поступление из пищи, то есть дефицит из пищи. Вторая причина – плохая всасываемость железа, то есть усвояемость его по причинам Сибра, синдрома дырявого кишечника, различных дисбактериозных состояний и тому подобное. Ну и третье – потери, большие потери и расход железа. И на первом месте здесь стоят, конечно же, паразиты. Напоминаю, ведь были у меня видео, посмотрите их. Та же аскорида – разновидность круглых червей, гельминтов. Взрослая особь, которая обитает в кишечнике, прикрепляется туда своим крючком, протыкает его и пьет из сосудов кровь, непосредственно она питается кровью, взрослые особи. Так вот, каждая взрослая особь высасывает до 30 мл крови в день. А если их 10? А если 20? Вот и посчитайте. При этом, конечно, по анализам можно увидеть, что эозенофилы будут у вас 3, 4, ну а уж если больше, паразиты у вас есть точно. Вопрос, какие? Это другой вопрос. Ведь их видов очень много. Но вот какие основные виды? Что они творят в организме? Как они переносятся, как человек заражается? Какие размножаются в организме человека, какие нет и так далее? Очень ценную информацию я даю вот в этом своем старом, главном, длинном видео, которое непременно должен посмотреть каждый человек, чтобы знать и не ахать, потом и не охать. А возможно, многие увидят свои проблемы, теперь уже понимая, откуда они взялись. Итак, смотрите мои видео о паразитах, ссылки будут в описании. И обязательно проходить нужно 2 раза в год, нормальную, комплексную, а не просто травы. Это бесполезно. А комплексную программу, но она должна быть безопасной, чтобы не убить печень. В отличие от всяких вермоксов, декарисов там и прочей химии. Вот эта программа, ссылка на нее будет в описании. Ну и, конечно, могут быть иные потери крови, помимо проблемы паразитов. О некоторых из них мы уже сказали. И язвы, и послеоперационные повреждения какие-то, внутренние швы, так скажем, да, например, и кровь может сочиться, мало ли. Всяческие эрозии внутренних слизистых, и женские менструации, и потери крови при пулевых ранениях и так далее, и так далее. И вообще запомните, если у детей и у мужчин есть дефицит уже железа, то 99% этих проблем это паразиты. Не может быть потери, если нет каких-то пулевых отверстий. Ну, про женщин понятно. Итак, последствия дефицита железа и ферритина в организме. При недостатке железа падает уровень гемоглобина, развивается железодефицитная анемия, ухудшается питание тем самым всех клеток, тканей нашего организма, кислородом, снижается концентрация внимания, как следствие при гипоксии постоянной, ухудшается память, ослабевает иммунитет, и физическая работоспособность падает. Происходит выпадение волос, наблюдается изменение качества ногтей, повышается их ломкость, возникает сухость, кожи, но тут еще могут быть дефицит омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, витамина А, Е, тем не менее. А про витамин А я еще скажу. Каковы же группы риска? Это беременные кормящие женщины, это дети, особенно от 6 до 9 месяцев, ну или, скажем, когда женщина прекращает кормить их молоком. Далее, это дети примерно до 6 лет, когда еще неграмотно или не полностью правильно сформировано рацион питания, когда родители кормят в основном жареной и вареной пищей, рафинированной, мучной, крахмалами, картошкой и прочим подобным. Особенно при мучном питании и при быстром росте организма наблюдается как раз дефицит железа или ферритина. Но понятно, к этой группе относятся женщины с обильными менструациями. Девочки-подростки из-за активного роста организма и уже начавшихся по возрасту и по состоянию организма менструации. Тем более, если они соблюдают какие-то особые диеты, приводящие к дефициту железа, к недостаточному его поступлению в организм. Группы риска – это и те, кто занимаются длительными голоданиями, а еще и при том, что есть у них паразиты. А я давно уже говорил, что до начала длительных систем голодания необходимо избавиться от паразитов в начале. Конечно, в группе риска доноры крови, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, больные различными видами рака, люди после операций на желудке и кишечнике, это пациенты, больные геморроем, из сердечно-сосудистой недостаточности. Это наблюдается у спортсменов, кстати, с большой глубокой физической нагрузкой, особенно нагрузками на выносливость. Полагаю, я подробно это объяснил. Далее. В случае большого дефицита и невозможности поднятия железа простыми добавками, врачи назначают обычно более сильные препараты или же капельницы. Но при этом, особенно при капельнице с железом, происходит очень сильное окисление и образование большого количества свободных радикалов, повреждающих клетки, в первую очередь сосудов. И поэтому лучше не допускать падения ферритина и железа, когда вам уже придется, может быть, делать капельницы. Понимаете, о чем я говорю? И вот еще что. Говоря о повышенном железе, напоминаю, если вы злоупотребляете продуктами животного происхождения, а конкретно продуктами убоя, мясом, особенно красным, если же железо в организме скапливается очень много, если вы этим питаетесь постоянно, то развивается рано или поздно обязательно токсическое поражение сердца, печени, поджелудочной. Это не всегда проявляется сразу и не всегда понятно, в чем причина. Да, и чуть не забыл, что для контроля уровня ферритина используют специальные исследования, хотя врачи в любом случае знают, что, тем не менее скажу, это иммунотургдиметрия. Вот вам причины высокого ферритина. Теперь я расскажу вам о трансферине, а далее в каких продуктах много железа, про усвоение железа, от каких других витаминов и веществ зависит усвоение железа, в каких формах категорически нельзя принимать железосодержащие препараты и кое-что еще очень важное и интересное. Если у вас низкий ферритин, и вам или врачу неясна причина на то, стоит сделать анализ еще на трансферин. Итак, трансферин это главный белок, переносчик железа в ткани, в плазме крови. Именно для понимания полной картины по усвоению железа, чтобы оценить реальные запасы железа, необходимо сдать анализы. Первое, на уровень ферритина. Второе, на уровень самого железа в крови. И третье, насколько насыщен трансферин. Чем меньше он насыщен железом, тем потенциально он может связать большее количество железа и перенести его в ткани. То есть нужно понять, какова его железосвязывающая способность. Чем выше железосвязывающая способность, тем больший у вас дефицит железа, так как трансферин переносит этого железа, соответственно, в ткани меньше. Но даже всех этих показателей не всегда бывает достаточно для понимания причин нынешнего вашего уровня железа в организме, так как, например, при острых воспалительных заболеваниях, процессах, уровень трансферина снижается, а уровень ферритина повышается. А при этом может быть недостаток железа в организме. Потому нужны дополнительные меры прямого исследования на предмет выявления дефицита поступления и запаса обмена железа в организме. То есть врач должен обладать академическими знаниями, понимать биологические, биохимические причинно-следственные связи, изучить, составить опросник, что человек ел, ест в данное время, нет ли у него заболеваний, которые сопровождаются потерей железа, какие витамины принимает с пищей и добавками больной. То есть надо знать все эти и иные закономерности и пройтись по всем, сделав системный анализ причинно-следственных связей. Но теперь и вы сами, ну кроме анализа в крови, сможете все сами проанализировать. Так как я дал вам эти знания, но еще не все, потому слушайте дальше. Где есть железо? В каких продуктах? И усвоение железа. Итак, шпинат. Там действительно железа много, все об этом знают, но там есть и полифенолы, которые уменьшают усвоение железа, поэтому особо на шпинат не рассчитывайте. Не всегда надо смотреть на голые цифры количества железа на 100 грамм продуктов. Но это именно по шпинату. Таких исключений немного. Потому вот говоря о шпинате, его есть надо много для улучшения усвоения железа. Но в любой зелени железо есть. Очень рекомендую дикоросы, особенно крапиву и сныть. Конечно, железа много в бобовых, в гречке. Больше всего, конечно же, в морских водорослях, например, в фукусе и в ламинарии. Но нужна нативная форма. Минералы должны быть хилатные. Посмотрите об этом обязательно в моем видео. Фукус. Не надо принимать фукус сушеный. Это бессмысленно. А только в гелеобразной форме, полученной бестемпературным методом. И ссылка на этот товар, вот на этот самый правильный фукус, будет тоже под этим видео. Где еще много железа? А во всем том, что на цвет красное. Это и красная капуста, красный лук, гранат, вишня, там очень много железа. Сухие грибы, шиповник, кизил, черника, там тоже много железа. Но действительно, несмотря на то, что в продуктах растительного происхождения железо больше, чем в продуктах животного происхождения. Однако, у веганов есть другая проблема. Это усвоение этого железа. То есть, когда веганы едят много зерновых, бобовых, это основа их рациона питания, конкретных веганов, не у всех такой рацион питания. Тогда у этих людей может быть синдром дырявого кишечника. Или синдром перфорированного, раздраженного кишечника. И значит, плохое усвоение многих нутриентов, в том числе железа. Более того, у таких людей может быть целиакия. И дело, дорогие товарищи, здесь не только в глютене, а вообще в лектинах, в остальных лектинах. Ведь глютен – это один из более чем ста других лектинов, белков, которые вызывают различные воспаления в организме со всеми, как говорится, вытекающими последствиями, в том числе, плохого усвоения многих нутриентов, минералов. Для тех, кто не в теме, про лектины, которые вызывают воспаление в организме, и про продукты нового света, которые содержат большое количество лектинов, я делал видео. И дам вам ссылки, они как всегда будут под этим видео. Так вот, если у человека есть синдром дырявого кишечника, то сколько, чего бы он не ел, всасывание и усвоение этих нутриентов будет минимальным. Или еще проблема, может быть у вас пониженная кислотность желудка. Тогда усвоение железа тоже падает. Вы пишите себе и этот пункт. Не забывайте об этом. Ну, а если есть паразиты, которые пьют кровь, продырявливая кишечник, например, аскориды, или у вас простейшие организмы протозоидные типа лямбли, то, разумеется, у вас железо будет пониженным, что бы вы не ели, как и понижен будет однозначно ферритин. В общем, вы поняли, что в растениях железо больше, чем в продуктах животного происхождения. И просто надо его в два раза больше получать из растительных продуктов, чем есть норма потребления в день, рассчитанная учеными от потребления железа из продуктов животного происхождения. Также надеюсь, что вы поняли, что на усвоение железа вообще влияет очень много факторов. Если даже у самого злостного мясоеда будет, скажем, 20 взрослых аскорид, то у него будут потери только от этих 20, около 600 мл крови в день. И тогда ферритин и железо будут пониженными. А анализы на эозинофилы будут 5-6 или выше. Итак, дефицит железа и ферритина есть у разных людей, чем бы и как бы они не питались. Чтобы железо хорошо усваивалось, нужно устранить паразитов, пройти антипаразитарную программу, вот эту, убрать иные кровопотери, если они есть, увеличить потребление растительных продуктов, богатых железом. В идеале принимать Синтезит-актив и другие препараты, о которых я чуть далее скажу. Проверить, сколько же ваш организм поступает из пищи витамина А. Внимание! У кого есть дефицит железа, как правило, есть дефицит витамина А. Этот момент тоже в конспект запишите. Проверить, сколько поступает ваш организм меди, цинка, витамина С, естественно. Железо. Издобавок, нельзя принимать категорически в виде оксидов железа. Никакой железо, содержащей воды, конечно же, не пейте. Прием кальция в виде препаратов уменьшает всасываемость усвоения железа. Если вам необходим кальций, делайте хотя бы промежуток в 3-4 часа между приемами, тогда кальций после железа. Пониженные железо и ферритин могут быть при хронических воспалениях и при любого рода постоянных кровопотерях или при шунтировании желудка и тому подобное. Помните, фактор пониженного железа и ферритина не один, но их не так-то уж и много. Просто выпишите все, что я в этой лекции рассказывал, переслушайте ее, законспектируйте. Кстати, это, как и другие мои лекции, даны под этим видео по ссылке и на папку MPEG-3, то есть на аудиоформат. Можно скачать себе и слушать в машине, скажем, или где вам удобно. Еще очень важный момент, вы можете об этом спросить, я это знаю, потому говорю, самфитиновая кислота в бобовых, зерновых, орехах и семенах. Да верно, помимо лектинов есть эта проблема. Если их употреблять непророщенными, то есть засыпать, варить, сухие, соответственно, зерна, крупы, семена, то вы можете блокировать усвоение железа, тем самым, потому что фитиновая кислота блокирует усвоение железа. И вопрос только будет, насколько вы часто его будете блокировать, то есть часто потреблять данную пищу, и достаточно ли железо будет поступать с другой, скажем, живой пищи, например, в виде салатов и так далее. То есть сколько вообще останется железа при ваших потерях или его расходах. Даже если вы варите каши, в начале, советую, следует замочить зерно. Лучше вечером на ночь поставить замочить, смени воду несколько раз, лучше, конечно, проращивать, а потом высушивать, ну, если для хранения, или сразу варить, и тогда фитиновой кислоты будет мало, и усвоение железа будет выше, но гораздо ниже, чем в пророщенных зернах из заварки. Можно, например, покупать наши каши, если вам это будет интересно, которые сделаны из пророщенного зерна, они живые, так как сушка после проращивания была в вакуумных дегидраторах и потери питательных свойств в них практически нет вообще. Более того, в них гораздо меньше лектинов и нет фитиновой кислоты. Ссылка на каши, как всегда, в описании под видео. А вот у кого в печени очень много концентрированного железа, напротив, стоит есть непророщенные семена, бобовые, злаки, чтобы вывести излишки железа, из этого его депо из печени и принимать больше кальция. Для того же эффекта снижения железа и филитина. Что еще надо учесть? Снижение витамина В12 и увеличение при этом гомоцистеина приводит к уменьшению усвоения железа. Не помешает также анализ скала на скрытую кровь. Есть такой. Помните, выпишите этот момент. То есть, по сути, анализ на невидимые потери крови. А это надо проверить. Итак, какие я дам рекомендации по увеличению ферритина и железа в организме? Конечно же, это синтезит актив. Это уникальная растительная формула «Моя кровь». Это, конечно, хлорофилл. Помните моё видео о функциях кроветворения? Вот идеальный активный хлорофилл. Это, конечно же, витамин С органический, натуральный. Вот он. Это, конечно же, спирулина и хлорелла. Ну, а принимать дополнительно, конечно, надо витамин Д3. О нём у меня было видео. Это очень важный момент. Также не должно быть дефицита витамина А, меди, цинка, но и спирулины и хлореллы. Если принимать по 10 таблеток, скажем, прессованной спирулины или по 15 таблеток прессованной хлореллы в день, то дефицит витамина А и меди будет устранён. Цинка тоже, но для укрепления иммунитета цинк стоит принимать дополнительно отдельно. Хлореллу и спирулину лучше чередовать понедельно. Йод и щитовидная железа. Ещё важная информация. Итак, дефицит железа или ферритина и гипофункции щитовидной железы имеют сходные симптомы. Помните об этом. Они проявляются общей слабостью, расстройствами кишечника, то есть запор или диарея, одышкой, ломкостью ногтей, выпадением волос, ощущением холода в руках и ногах. Но в чём же тут есть связь? Всё очень просто. Дело в том, что щитовидная железа остро нуждается в железе, так как без него не будут вырабатываться нужные гормоны. Именно от уровня железа зависит активность фермента пероксидаза, благодаря которому вырабатывается тероксин и триодтиранин. Когда в организме снижается содержание йода, в недостаточном количестве вырабатываются гормоны щитовидной железы. Вот почему я говорю «принимайте фукус». Там 100 причин, почему его надо принимать. Ну так вот, когда в недостаточном количестве вырабатываются гормоны щитовидной железы, то и железо всасывается намного меньше. При снижении уровня ферритина повышается концентрация териотропного гормона ТТГ. Териотропный гормон относится к гормонам щитовидной железы и вырабатывается гипофизом. Благодаря ему поддерживается нормальная концентрация тиреоидных гормонов, необходимых для образования достаточного количества энергии в организме. Вот почему падает и энергия. Норма ТТГ у мужчины и у женщины одинаковая, составляет 0,3-4,2 МКМЕ на миллилитр. Идеально 1,5-2,5. Потому, если быстро вы не сможете устранить дефицит ферритина или железа, скажем, за месяц с правильными мерами, обязательно проверьте гормон ТТГ хотя бы, а лучше ТТГ, Т3 и Т4. Что делать, если сильно повышен ферритин? Такое бывает, но редкое, тем не менее. Начинать надо с семейного врача, с хорошего специалиста, поскольку для профессионала не составит труда разобраться в причинах. Другой вопрос, что таких специалистов, профессионала сейчас мало, и уж по крайней мере, тем более в районных поликлиниках, скорее всего, их нет. Или за редчайшим исключением. Так вот, среди причин самые частые ожирение, воспаление различного рода, гемохроматоз. Поэтому надо тогда будет сдать более развернутые анализы, показатели печени, обязательно цирреактивный белок и трансферин. Тогда картина будет окончательно ясна для вас, почему у вас повышен ферритин. Что ж, дорогие товарищи, я полагаю, что данное мое видео самое полное и при этом самое краткое. Для такой полнейшей и уникальной информации, полагаю, теперь этот вопрос может быть закрыт полностью. Я рекомендую вам выписать, составить себе конспект, он раз и на всю жизнь вам пригодится. Напишите мне, пожалуйста, под этим видео, не поленитесь все, насколько вам понравилось это видео, насколько оно полезно, ценно и важно. И вот что в завершении. Посмотрите непременно, кто еще не видел. Вот это мое видео, совершенно не относящееся к теме здоровья, но гораздо более важная тема. Это видео «Правда о Катыни». Очень сильное видео, которое гораздо выходит за рамки просто темы расстрела польских офицеров в 41-м году немцами. Мощнейшая аналитика, доказательная база и не только. Ссылка будет в описании. Да, и не забудьте, у меня есть еще три канала на ютубе. Первый, вы на нем сейчас находитесь. Второй, жизнь на земле. Про мое хозяйство, земледелие, экостроительство. Третий, о продуктах питания. И четвертый, который называется «Совесть и подлость». Самый главный из всех моих четырех каналов. Он о том, что гораздо важнее здоровья и даже жизни. Посмотрите и сами все поймете. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.